Санкции и импортозамещение поставили перед системой образования, научными центрами и фармацевтической промышленностью амбициозные задачи по мобилизации кадров. Профильные вузы наращивают объем подготовки новых технологических лидеров, формируют механизмы взаимодействия с фармацевтической отраслью, активнее участвуют в целевой подготовке специалистов. О медицинском образовании в Тюмени будем говорить в ближайшие минуты. Это вечерний хэштег, продолжаем выпуск. Итак, год назад на экономическом форуме в Петербурге было подписано соглашение о создании в Тюменской области производства кардиологических лекарств на базе Фармсинтез, чтобы закрыть 20% потребностей России в лекарствах для сердечно-сосудистых заболеваний. Сергей Валентинович, означает ли это, что нам потребуется больше квалифицированных кадров? Какими они должны быть, эти кадры, эти специалисты? Конечно, нам для такой масштабной работы, конечно, кадры нужны. Кадры нужны, видите как, у нас же сейчас все идет инновационное. Поэтому люди, которые имеют высокое образование, ну вот вообще отрасль, она очень интересная. Там же можно эту отрасль рассматривать от, как мы говорим, специалиста первого стола, который работает непосредственно с пациентом, до тех сотрудников, которые будут работать и на производстве, и на каких-то дистрибьюторных делах. Поэтому здесь очень специалистов, тех, которые у нас будет университет учить и учат на сегодняшний момент, это очень востребовано. Это знание компьютера, это знание новых химических, появляются новые химические элементы, новые лекарственные, инновационные лекарственные препараты. То есть здесь надо, конечно, очень большую подготовку иметь для того, чтобы спокойно выйти после, скажем так, образования. И вообще я скажу, что вот хромоцевтическое образование, так же, как и медицинское, я вот врач по специальности, медицинское, она не заканчивается получением диплома и устройством на работу. Это образование всю жизнь. Ты должен постоянно себя совершенствовать, потому что мир меняется, меняются технологии. И если мы от чего-то будем отставать, мы никогда не выйдем на тот уровень, который к нам предъявляется, как и правительством, и банальным нашими пациентами. Нужно не только успевать, нужно стараться еще и идти впереди, на шаг вперед. Это само собой, потому что если мы не будем идти впереди, мы и нацелены на то, что мы должны, уже знаете, как старые времена, должны обогнать, да, кого-то там, все остальное. Но мы, это в хорошем смысле этого слова, конечно, должны идти впереди. Ну вот сегодня, когда вырос спрос на собственные качественные препараты, качественные лекарства, да, в производстве новых препаратов, насколько изменилось отношение к профессии провизора Ольга Ивановна? Ведь многие люди считают, что это просто человек, который стоит и подает лекарства с полки. У вас ведь тоже есть факультет по подготовке таких специалистов? Ну, конечно, у нас фармацевтический факультет, через полтора года ему будет 60 лет, нашему факультету. Конечно, он готовил традиционно для практической фармации, для фармацевтических организаций, то есть для аптек и оптовых организаций, дистрибьюторских компаний. Сейчас, конечно, вызов времени требует, чтобы специалисты были нового профиля. И в первую очередь, конечно, связанные с производством лекарственных препаратов. И вот у нас разработан проект очень интересный, и в программе стратегического развития ВУЗа, он один из приоритетных. Это разработка университетского фармацевтического научно-образовательного комплекса, который предусматривает и подготовку специалиста нового профиля, и открытие лабораторной производственной площадки, где будут отрабатываться навыки уже специалисты по производству лекарственных препаратов, по навыкам технологий, разработке технологий, инновационной разработке препаратов. Но то, что на сегодняшний день мы готовим, и просто, может быть, не все знают об этом, не только специалистов для аптечных организаций, для фармацевтических организаций. Мы выпускаем и провизоров-аналитиков. Это тот же химик для производства, это тот же химик для контрольно-аналитических больших лабораторий, промышленных предприятий. Это провизор-аналитик для испытательных лабораторий, для центров контроля качества Росздрава. Это востребованы наши специалисты. Это, конечно, провизоры-технологи, и мы уже говорили, для изготовления в аптечных условиях, но и для производственных площадок. То есть направление шло, и мы всегда отслеживали рынок, и мы всегда работали на запросы наших работодателей. Мы не стояли на месте и постоянно внедряли. А сейчас вот очень востребованы предпринимательские компетенции. Мы вводили предметы, фармацевтический маркетинг, фармацевтический менеджмент, бизнес-планирование в обучении наших студентов. Востребованы научно-исследовательские компетенции. Наши студенты 50 лет защищали проектные работы. Это ВКР. То есть ваших студентов ждут во всех медицинских центрах, во всех больницах этого города? Конечно. Мы же работаем и в ветеринарных аптеках, наши выпускники, и в больничных аптеках, при медицинских организациях. И вот вы говорите, престиж профессия. Вы знаете, он никогда и не падал престиж профессии. Ведь нашему пациенту неважно, придет он в аптеку частную или придет он в государственную. Он пришел за лекарственной помощью, он пришел за профессиональным консультированием, он пришел за доступными ценами и доступными препаратами. Главное, чтобы ему там правильно все подсказали. Поэтому я всегда студентам и на школе, ребятишкам, школьникам говорила, вот давайте на один день представим, что закрылись аптеки города. Город только наш представим. Закрылась аптека больничная в медицинской организации. Остановились хирургические операции. Жизнеугрожающие состояния. Нет таблеток человеку, негде взять. Онкозаболевание. Можно представить, как отреагировали студенты. Я говорю, закройте глаза и представьте. Я говорю, что будет? Ну да. И все сказали, коллапс. Не даром говорят, что если хочешь... Поэтому в этом престижность нашей профессии. И, конечно, мы готовили для практической фармации. Сейчас берем еще дополнительное направление для производственной фармации. Но есть еще и клиническая фармация. То есть это специалист, который занимается и доклиническими, и клиническими исследованиями, контролем качества, непосредственной регистрацией этих лекарств. Это очень много функций. И провизору мы все это даем. И вот, кстати, мы с заводом, с нашим фармосинтезом разработали программу магистратуры промышленная фармация. Прямо под их заказ мы будем готовить специалиста по валидации для промышленного предприятия, промышленного специалиста по контролю качества лекарственных препаратов именно на производстве. И третье направление – это промышленный специалист по организации производства и лекарственных препаратов. То есть это интересное направление. Сейчас программа на лицензирование. Мы ждем получим лицензию. Если обетерент, кто решил пойти в медицину, еще не определился с направлением, то пожалуйста. А вот всегда ли следите за судьбой профессиональной карьеры своих выпускников, Денис Юрьевич? Есть такие примеры, которыми гордитесь и говорите, ставите в пример другим студентам и говорите, что вот, достиг высот в медицине, надо вот так же? За примерами ходить вообще далеко не надо. Вот в какую больницу или поликлинику не обратись в нашем городе, в области, вы увидите наших ребят, наших выпускников. Поэтому очень часто бывает, когда я сам обращаюсь за медицинской помощью, я захожу и говорю, о, здравствуйте, Денис Юрьевич, о, здравствуй, все отлично. То есть я уверен, что мое здоровье, моя жизнь в надежных руках. И в этом смысле хорошо, что ребята не только в нашем регионе, и, конечно, уезжают и в другие регионы, иногда встречаешь наших выпускников и в Москве, и бывает на конференции за рубежом, пересечешься. Это говорит о высочайшем качестве подготовки их, о том, что они очень востребованы. Поэтому, конечно, следим, тем более, что следить очень легко. Что ж, Россия стремится к независимости от привозных лекарств, медиаизделий и оборудования, и заводы России смогут покрыть потребность граждан в жизненно важных лекарствах. Вот тому подтверждение. Завод в Липецкой области Рафарма выпускает нейролептики, кардиологические и сахароснижающие препараты, лекарства для лечения туберкулеза. Кроме того, предприятие наращивает мощности, чтобы покрыть потребности страны в онкопрепаратах и антибиотиках. В Хабаровском крае на заводе Дальхимфарм, который входит в десятку ведущих российских фармпроизводителей, сейчас выпускается около 70 препаратов из списка жизненно необходимых. Недавно там модернизировали один из цехов, а к концу года откроют новый корпус, где будут выпускать таблетки. В Московской области идет строительство первого в России завода по изготовлению средств по уходу за ранами с годовой мощностью 80 миллионов изделий. Сейчас они преимущественно поставляются из-за рубежа. На долю импорта приходится до 80%, но с появлением отечественного завода зависимость от импорта существенно снизится. На площадке особой экономической зоны Калуга возведут два фармпредприятия. Астрофарм Калуга и Бефарм Биотех. Там будут производить фармацевтические субстанции и лекарства для борьбы с бактериальными и вирусными инфекциями. А в Северной Осетии появится завод по производству инфузионных растворов и концентратов, не имеющих аналогов на российском рынке. В конце июня Московский эндокринный завод запустил Центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств. Завод будет поставлять жизненно важные препараты, в том числе обезболивающие для онкобольных, препараты для лечения глазных и инфекционных заболеваний. Денис Юрьевич, а сотрудничает ли Тюменский медицинский университет с вузами в других городах? Может, какой-то обмен опытом есть? Колоссальный обмен. Ну, во-первых, у нас очень тесные связи с вузами, медицинскими вузами Казахстана. Это если говорить о самом ближнем зарубежье. Вообще медицинские вузы – это, знаете, такие как бы семьи, которые дружат, ну, вот как в большом-большом общежитии, на этаже есть комнаты. И получается, что вот рядышком все, мы все время с нашими коллегами из Екатеринбурга, постоянные контакты с Пироговка, с Сеченовским институтом. Да, ну, возьмем, к примеру, нашу школу, которая прошла совсем недавно. К нам приехали преподаватели из МГУ, из МФТИ, для того, чтобы познакомиться с нашими ребятами. Они тут впервые. И, кстати, вот после того, как приехали коллеги из МФТИ, Георгий Иносов, у нас родился новый практикум, который мы реализуем вот буквально уже в июльскую вторую нашу школу. Это практикум по молекулярной биологии. То есть ребята-десятиклассники, которые только что поступили в 93-й лицей, они еще не учились в этом направлении, то есть они только еще адаптируются. На лице Евгения прям такой интерес возникнет. На Евгении уже в 11-м классе, да. Они пройдут в нашей лаборатории нашего университета геномики, они пройдут практикум по молекулярной биологии, где будут делать то, что еще 10 лет назад делали только в самых передовых лабораториях. То есть резать ДНК, вставлять нужный ген, электрофорез, ПЦР-реакции. То есть не все это сделают своими руками. Конечно, ни в какой школе там нельзя будет это сделать точно так же, кроме нашей. И благодаря сотрудничеству между вузами, скажем так, руки современной науки становятся понятными и доступными уже школьникам. Угу. Электрофорез и все другие термины, которые сейчас Денис Юрьевич перечислил. Евгения, тебе знакомы, да? Интересен курс? Ну, время от времени слышу о Денисе Юрьевича в том числе. Ну вот хотелось бы попасть... Безусловно. Я просто сейчас слушаю, я прям поглощен этим интересом. Ну, я думаю, что мы придумаем практику для 11 класса. Может быть, будет проектная задача, мы еще обсуждаем это. Ну, потому что это не просто интересно. Это ведь позволит ребятам в 11 классе, они еще не решили, в какой вуз пойдут, какие государственные экзамены будут сдавать. А здесь, попробовав себя, вот Евгений Евгеньевич Куликов из МФТ, он как раз говорил, что ребята на этой школе попробуют, и если они поймут, что это не их, очень хорошо, значит, тест-драйв состоялся. А если поймут, что это их, они уже с большей мотивацией придут к нам в университет, получат профессию. Я уверен, что за такими ребятами, которые прошли профессиональные пробы рано, чем раньше, тем лучше, за ними настоящее будущее. Ну, вот такие выпускники, да, будущие фармацевты, провизоры, фармакологи. Сергей Валентинович, какими они должны быть? Какими качествами они должны обладать? Какие-то должны быть люди? Ну, это обычные люди, просто с очень большим интеллектом, потому что я говорю, что помимо того, что они будут заниматься инновационными технологиями, там, с машинами работать, да, с компьютерными программами, там, с химией какой-то, в первую очередь они будут работать с людьми. Это самое главное, то есть должна быть коммуникация очень сильная, потому что к нам в аптеку, даже откуда ноги растут, как говорится, всегда в нашей отрасли, приходят люди с своей проблемой, с болью. Они не приходят отдыхать в аптеку или в аптечную организацию, они приходят туда получить лекарственный препарат. И как отреагирует сотрудник аптеки, да, в диалог войдет с этим пациентом, от этого зависит в том числе и его здоровье, дальнейшее его выздоровление. Поэтому коммуникабельность, я еще раз говорю, что это непрерывное образование, то есть ребята должны стремиться, и сотрудники, так скажем, должны стремиться к постоянному образованию. То есть возможность, доступность, участие в различных совещаниях, симпозиумах, каких-то конференциях, то есть это непрерывное образование для того, чтобы наши сотрудники, именно фармотресли были очень компетентны. И чтобы пациенты, самое главное, все это заточено для того, чтобы нашим пациентам было комфортно, то есть они, общаясь или погружаясь в эту островность, понимали, что люди стоят по одну сторону баррикад, они нацелены на то, чтобы человек выздоровел или, по крайней мере, поправил свое здоровье. То есть заинтересованы и готовы к тому, что работа – это жизнь. Ну, в медицине по-другому нельзя. Если ты выбрал эту, да, если ты выбрал это направление своей будущей деятельности, независимо от родственников, это медицинское или фармацевтическое, это в жизни. Ольга Ивановна, Вы сегодня уже начали говорить о сотрудничестве Тюменского государственного университета с компаниями-производителями, а как чаще это происходит? Вот, Тюменский университет идет к ним и говорит, давайте поработаем, или вот, или наоборот, на вас выходит как-то? И еще с кем, с кем еще сегодня сотрудничаете? Ну, на нашем рынке еще есть Тюменский химфармзавод, он старейший, меняются хозяева, но суть остается та же, мы с ними сотрудничаем, это наши базы практики. Заводская технология, практика проходит на базе и фармосинтеза, и Тюменского химфармзавода. Это и практика по контролю качества за лекарственными препаратами, потому что у них шикарные базы, особенно у фармосинтеза, современные лаборатории. Вот в этом году на ярмарке вакансии рабочих мест они нам предложили 18 мест химиков на свой завод. Только химиков 18. На вторую очередь, ну, в первую очередь химиков нужны им. Это наши провизоры-аналитики, потому что работают с университета специалисты химики, но все-таки профессиональное образование фармацевтическое, оно дает. То есть ваши студенты могут быть уверены в своем будущем? Уверены. Изоговорочно. Уверены. Потому что хорошее образование. Кроме этого, мы проводим и различные симпозиумы, конференции, где участниками с докладами, с интересными своими сообщениями выступают представители этих заводов. Вот программу я вам говорила, что магистратуру мы под их заказ с участием их же сотрудников, вот по контролю качества, заведующая лаборатория принимала участие в разработке. То есть она подсказала, какие навыки должны быть, какие знания должны быть заложены, что мы хотим в конечном результате получить. То есть прям конкретно под этот завод, под их будущих специалистов. Действительно, фарм-специалисты входят в число самых дефицитных кадров. Насколько остро стоит вопрос, узнаем. На связи со студией руководителя пресс-службы Headhunter Урал Анна Осипова. Анна, здравствуйте. Вот какая доля вакансий в вашей базе связана с фарм-индустрией и какие в основном специалисты требуются и куда? Вот медицинские центры, лаборатории, поликлиники. Таких вакансий на самом деле, ну, относительно общей массы не очень много. Это где-то примерно около 1% от всего числа вакансий. И все-таки это не самая массовая сфера деятельности. Но что показательно, если мы будем сравнивать количество вакансий с допандемийным периодом, то увидим, что рост довольно существенный. Если в 2019 году за первое полугодие в России по всей стране было открыто примерно около 28 тысяч вакансий компаниями, которые как раз-таки работают в отрасли фармацевтики, то в этом году, в первом полугодии, фармацевтические компании открыли уже более 45 тысяч вакансий. Ну, то есть прирост достаточно значительный. А заметили ли рост в области обеспечения качества разработки и регистрации препаратов доклинических и клинических исследований фармаконадзора? Да, такие вакансии действительно встречаются довольно часто. И что касается, например, регистрации препаратов, каких-то исследований, то действительно есть определенный рост. И, кстати, что интересно, как раз-таки вакансия директора по регистрации лекарственных средств стала одной из самых высокооплачиваемых в этой отрасли за последние полгода. Такому специалисту компания предлагает заработную плату от 500 тысяч рублей в месяц. Ого! Такая у вас требованность возникла вот сейчас или всегда так было? Ну, все-таки такой явный всплеск мы видим именно в последний, наверное, в последний год. Вот сейчас продолжается та активность в данной сфере, которая началась у нас в период пандемии. Вот этот импульс, который был тогда задан, он до сих пор имеет место. И, повторюсь, если мы будем сравнивать ситуацию с тем, что было 2-3 года назад, то тогда вакансий в этой индустрии было все-таки значительно меньше. Ну, а в целом уровень, предполагаемый работодателем зарплаты, вырос. Это было бы довольно логично сейчас. Да, вы знаете, если смотреть такую среднюю заработную плату в данной сфере, то она принципиально не изменилась. Мы имеем примерно по стране 40-50 тысяч рублей. Но это такая средняя заработная плата. При этом важно понимать, что стало больше вакансий, где уровень заработной платы довольно такой высокий. И это какие-то узкие, редкие специалисты. Ну, вот как я приводила пример с директором по регистрации лекарственных средств, да, могут быть, опять же, какие-то IT-специалисты, которые связаны с фармацевтическими разработками. Такие примеры тоже есть, да, такие вакансии. Но все-таки основная масса вакансий в сфере фармацевтики – это фармацевты-провизоры, да, и у них уровень заработной платы, он такой довольно средний, да, и он принципиально не изменился. Ну, вот эксперты прогнозируют рост спроса на специалистов для фармацевтической отрасли в России на более чем 80% до конца текущего года в связи с открытием новых производств. Вот вы ждете бума? То, что их не станет меньше – это факт. Тут важно понимать еще и тот момент, что эта отрасль, она, как и медицина вообще в целом, да, она является дефицитной с точки зрения специалистов, и особенно сложно с специалистами, которые, ну, как раз-таки относятся к разработке, к созданию каких-то новых препаратов, да, какие-то специалисты с высшим образованием, да, то есть это не просто там рабочий персонал. Ну, и, собственно, сами фармацевты, они тоже сегодня в дефиците, их тоже сегодня не так много, как требуется рынку, и, опять же, да, мы видим, что количество вакансий растет, причем, что показательно, довольно много предложений именно для таких вот, ну, на производство, да, то есть это, опять-таки, признак того, что действительно у компании есть какие-то перспективы роста, значит, есть потребность в персонале, и, ну, пока мы не видим, чтобы эти потребности могли закрыться как-то очень быстро, да, скорее всего, до конца года эта сфера точно будет оставаться весьма востребованной. Что ж, спасибо большое. Напомню, на связи со студией была руководитель пресс-службы Headhunter Урал Анна Осипова. Напомню, зрители могут принять участие в беседе, задать свои вопросы гостям в студии, телефон прямого эфира 682-147, и оставляйте комментарии под трансляцией программы в соцсетях.